...старшего директора, то есть на 9-й период, это по 3 недели, если вы просто будете это делать, если ваши люди просто будут это делать, и это не фантастика, это вот просто, я же не говорю про 100 баллов, я не говорю про 50 баллов, я говорю 10 баллов и каждый по одному человеку. Здесь у нас получается что? 23%? 51 815 рублей. Красивая циферка, быстро двигаемся дальше. Смотрите, 512, каждый по одному 512, и то вот, громче скажи, 1024 консультанта в вашей структуре, групповой объем? 10 тысяч 240 баллов. Поднимите руку, у кого есть 10 тысяч 240 баллов? А кто бы хотел бы? Причем год еще не прошел, представляете? Это просто простые действия. Я думаю, что у вас будет в объем 9 тысяч. 9 тысяч баллов. У вас структуричная картина. Это другой вопрос, я поняла, ваш вопрос я вам потом отвечу, мы сейчас говорим про рекрутинг, если будем обращаться на меня, то будет немножко другой момент. Я могу сказать, что в мою структуру идеальную картинку показать полностью невозможно, но в мою структуру прибывает ежемесячно от 30 до 50 человек каждый месяц. То есть это реально, потому что я показываю своим людям вот эти схемы, кто-то их берет, а кто-то нет. Но в любом случае люди просто берут и начинают делать. Те, кто начинают делать, которые не говорят, что у меня не получается, просто делают, то у них результат растет. Смотрите, что происходит. Здесь у нас какой процент? 23 мы пока оставляем. Групповой объем какой получается? 10 тысяч 240. Нет, объемная скидка. 103 тысячи 629 рублей на вашу структуру. Понятно? Здесь буду красным писать, потому что очень интересно получается. У вас в структуре на начало периодово 1024 человека. Каждый вас нам пригласил 1024 человека. Итого сколько получается? 2048 человек в вашей структуре. Групповой объем по 10 баллов если даже. 2480. 2480 баллов. Я здесь проценты не буду писать, потому что сумма большая, писать уже некуда. Лена, какая получается? 207 тысяч 250 рублей. 207 тысяч 258 рублей на структуру. 207 тысяч объемная скидка. Может, ладно. Вам стало страшно? Давайте мы закончим. Потому что, когда я считала, я уже 23. Ну, вот это знаете как? Это образный момент. А по маркетингу там получается. Если у вас вырастают директора, там немножко другой расчет. Интересно. Но общее. Мы потом знаете как сделаем? Когда дойдем до конца. Мы возьмем всего 10 процентов. От того, что здесь происходит. Смотрим дальше. Вас тысяча. Ой, вас 2048 человек. Каждый по одному. 2048. И то год? 4096. 4096 человек в структуре. Групповой объем? 40960. 40960 баллов. Объемную скидку, Лена, скажи. 414516. 414516 на вашу структуру СЮМ. И там идет другой расчет. Давайте дальше. 4096 в начале человек. Каждый прием по одному. 4096 человек. И то год? 8192. 8192 человека у вас в структуре. Групповой объем? 8192. 8192. Я вам сейчас показываю схему, где лежат деньги. Вы можете это делать, а можете нет. Это ваше право. Это ваш выбор. Лена, групповая объемная скидка. Скажи. Напомню. 23 процента. Почему я вас обрадую? 829 тысяч. 829 тысяч. 31 рубль. 031 рубль. Смотрите. У нас 8192 на начало периода людей. Каждый по одному 8192. Итого? 16384. 16384 человека в структуре консультантов. Может быть это будут просто привилегированные покупатели. Может кто-то из них станет лидером. Но в любом случае у вас количество. Групповой объем? 16384. 16384. 1640 тысяч баллов. Объемная скидка. 1 миллион 658 тысяч. 1 миллион. 650 тысяч. 658. 658. 061. 061. Получит ваша структура вместе с вами. Пробуем дальше? Идем? Смотрите. Смотрите. 16 тысяч человек 384 на начало. Каждый по одному 16384. Итого? 16384. 16384 умножить на 2. 32 768. 32 тысячи. Еще раз. 32 768 человек в вашей структуре. Групповой объем? 32 768 человек в вашей структуре. 327 680. 327 680. 327 680. Если идеально будет делать каждый. Вы должны понимать, что это просто я показываю геометрическую прогрессию. Объемная скидка. 3 миллиона. 3 миллиона. 3 миллиона. 316 тысяч. 316 тысяч. 316 тысяч. 122 рубля. 122 рубля. 122 рубля. Чуть-чуть осталось. Терпение. Вас 32 768 на начало периода. Каждый по одному 32 768 пригласил. Сколько этого? 65 536. 65 536 консультантов в вашей структуре. Групповой объем? 655 360. 360 баллов. Считали? Мы с тебя верим. 6 миллионов. 6 миллионов. 6 миллионов. 6 миллионов. 632 тысячи. 244. 244. 244 рубля. Хорошо. И последний. Берем. Год заканчиваем чем? У нас получается, смотрите. Было, было, на новый год делаем себе подарок. 65 536 в начале периода. Каждый по одному приглашает 65 536. Итого? 131 072. 131 072 консультанта в вашей структуре. У кого есть консультанта в структуре? А сколько у вас консультанта в структуре? 31 000. Как здорово. 131 сколько получилось? 072. 072. Групповой объем? С другим фломастером? 1 миллион. 1 миллион. 310. 310 тысяч. 720. 720. 720 тысяч баллов. Так? Да. Лена, пугай нас дальше. Я вас радую. Радую? 13 миллионов. 13 миллионов. 264 тысячи. 264 тысячи. 480. 487 рублей. Я, конечно, показала здесь идеальную картинку, если просто это делать. Я прекрасно понимаю, что не всегда так получается и очень часто не получается именно так. Давайте возьмем 10 процентов. Вот смотрите. Вот здесь на табличке, я вот перенесу сюда. у нас было. Продикуйте мне, я вот здесь запишу. 13. 13. 13. 264. 440. 13. 487. 487. 487 рублей. Давайте возьмем просто 10 процентов от того, что если структура сделает вместе с вами. Умножим на 10 процентов. Умножим на 10 процентов. Что получается? 1 миллион 326 тысяч. 440. Еще раз. 1 миллион. Ваша структура вместе с вами. Если вы 20 процентов из этого сделаете, то будет совершенно другая цифра. 440. А есть еще такой момент. Домашние задания не надо. Потому что мы это считать не будем. Я думаю, что дома у вас будет интерес посчитать. Посчитайте сколько за год ваша структура может заработать. И умножьте хотя бы на 10 процентов. А сколько директоров? А сколько там директоров и сколько людей благодарных вам. Потому что ведь эти суммы это вместе с вашими людьми. То есть зачем приглашать людей? Для того, чтобы им показывать цифры, которые они могут заработать. Зачем приглашать людей? Для того, чтобы люди поняли, что они могут изменить в своей жизни и в своих действиях. И чтобы это понять, нужно обязательно, чтобы улучшить качество. Ну а посчитать тогда? Просто прибавьте. 50 баллов. Вопрос не поняла. Вы сложите просто все суммы. И посмотрите сколько получается. Смотрите. Очень важно учитывать, когда вы приглашаете людей. То есть я правильно поняла, что вы уже захотели приглашать людей. Поднимите руку, кто не захотел. Замечательно. Но очень важно учитывать, что вы делаете для того, чтобы пригласить людей в компанию. И важно учитывать, сколько листовок, сколько каталогов, сколько раздаточного материала вы раздаете. И это я вам помогу, как увеличить свое, подскажу, как увеличить свое КПД и как его уменьшить. Вот смотрите. Существует вообще такая статистика 80 на 20. В какой-то момент она работает, но в какой-то нет. Но в основном все люди, которые делают расчеты, они используют эту статистику. И если на нее ориентироваться, то тогда гораздо проще будет работать и чего-то достигать. Вот смотрите. 80% и 20% за основу 100. Давайте посчитаем. Сколько вы приглашаете людей в месяц? Сколько вы приглашаете людей в месяц? Лично вы? Подписываю лично. Регистрируете или встречи проводите? 20 и 30. 20. Замечательно. Сколько вы? Не разу еще? Новичок. Вы не побули. Вы тоже. Вы? Человек 5. Я просто хочу взять статистику немножко поменьше. У вас очень хороший результат. Давайте возьмем 5 человек. Если человек, 5 человек приглашает ежемесячно, они регистрируются или вы просто их приглашаете? Они регистрируются. Регистрируются. Давайте посмотрим, кто останется из этого количества. Если 80% человек, то сколько человек? Вот смотрите. 80% это те, которые уйдут. 20% это те, которые останутся. 80% давайте напишем цифру. Какая получается? Что? От 5 человек 80% это сколько? Ну, вы считаете. Вы считаете. 80%. 80%. 4. 4 человека уйдут. 1. 1. 1 останется. Это, знаете как? Может быть они и не уйдут. Но это, может быть, будет один лидер. Да. Понимаете? А если, например, люди приглашают не 5 человек, а одного человека. И говорят мне этого достаточно. Сколько получается? Сколько получается? Считай. Мне очень нравится эта циферка. 1 умножить 0. На 80%. 1? 1 ушел. А там 0. Не округляет. А там сколько получается? Там не 0. Там получается. 0,0,0 целых. Да. 0,0,0 целых. То есть остается практически вот человек послушал и ушел. Там 0,0,0,0,0,0 получается. Очень важно понимать сколько вы людей приглашаете в компанию. Скольких вы людей научили делать правильные действия. И сколько вы провели бизнес-встреч. Давайте посмотрим на этом примере, сколько вы проводите бизнес-встреч за месяц. Татьяна, сколько вы проводите бизнес-встреч за месяц? Ну, каждый день сколько? Не каждый день. Не каждый день. Сколько дней в месяц? Ну, 2 дня. 2 человека, 2 человека 10. Бизнес-встреч за месяц. 10 бизнес-встреч. Давай посмотрим. 10 бизнес-встреч за месяц. Это только бизнес-встреч, это не рекрутингов, правильно? Не регистрации. Что получается, Лена? Получается 8 человек. 8 человек уходят от этих бизнес-встреч. Сколько остается? 2 остается. Это только когда вы поговорили с людьми, когда вы сделали встречу. Теперь давайте рассмотрим эти 2 на 80%. 2 умножить на 80%. Громче скажите. 0,5 останется. 0,5 останется. Я говорю, остаются одни уши. Потому что на самом деле... 1,5 там где-то получается. Вот смотрите, я хочу вам показать принцип, что очень важно понимать. Потому что бывает такое, что человек приходит работать, хочет, стремится, добивается, проходит обучение, начинает делать действия. И начинает делать, например, такой, а лучше всего, если вот такой момент. И в конечном итоге проходит период, и он говорит, у меня ничего не получилось. У меня ничего не получилось, потому что не работает. Листовки не работают, каталоги не работают. Давайте посмотрим, сколько каталогов вы раздаете в период. Сколько вы раздаете каталогов в период? Да? 10. 10. В период. Смотрите, если это каталоги. 8 каталогов не сработает. 2 сработает на то, чтобы люди, двое человек пришли. А если они придут, двое человек, то полтора человека послушают, скажут, мне это неинтересно, уйдут. Оно опять только останется. Давайте идеальную картинку нарисуем. Как вы думаете, сколько нужно раздавать каталогов в месяц? Давайте посмотрим 30 в цифрах. Давайте 30 посмотрим, потом посмотрим 100. То есть вы должны понять, 8% что получается? Там 30, там, ну, ну, что-то, калькулятор вообще все. А С, С, это 20, ну, неужели, да? 80%? 24. 24 каталога не сработают, или люди подумают. Сколько остается? 6. 6 каталогов только даст результат. А если 6, это только каталоги, когда человек придет. А если 6 рассмотреть, у нас здесь подобный пример есть. То есть у нас где-то получается 1 и 5 останется, один останется, другой будет думать. А получается, что 4 с половиной уйдут. Все понимают, о чем я говорю? Да? Вы 6 человек тоже делите? Конечно. Знаете как? Как работает вообще вот эта статистика, как с ней работать? Вы рисуете себе идеальную картинку того, чего вы хотите получить за период. То есть сколько вы хотите, чтобы пришло к вам людей, зарегистрировались осознанно. Это будет 20%. Это будет 20%. 20% рассчитываем. Да. Всем понятно? Поднимите руку, кому непонятно, как рассчитывать это. Есть такие? Понятно. В итоге, если мы, например, 30 бизнес-встреч проведем, полтора человеку подпишется, да? Может и подпишется и 6, однако. Может быть, да. Все будет зависеть от вашего профессионализма. Потому что на самом деле вот здесь очень хороший момент, вы хороший вопрос задали. Потому что если человек только новичок и только начал вступать на этот путь, есть такая методика эффект третьего лица. То есть вы приглашаете своего наставника, у меня будет бизнес-встреча, помоги мне. И ваш наставник вместе с вами делает тренинг совместного действия, называется. Он вначале говорит, а вы учитесь и записываете за ним, что нужно делать и как нужно говорить. потому что когда ребенок начинает ходить, что он делает, когда он не умеет ходить, только начал? Падает, шишки зарабатывает, но он трудится. Кто рядом с ним, с ребеночком? Мама. Мама или папа. То есть человек, который его поддерживает, который ему говорит, сделай шаг так, сделай вот другой шаг. Вот нужно лучше делать вот так. Не беги, можно упасть. То есть рядом с вами первое время хотя бы два периода или два раза, две встречи должен быть обязательно наставник, который вам покажет. Как это нужно делать? Вы его внимательно слушаете и записываете за ним, что он говорит, как он говорит и что происходит. Потом на третью встречу желательно, чтобы ваш наставник присутствовал с вами и вы уже говорили, а он записывал, что вы делаете так, что вы делаете не так. У нас нет отрицательного результата. Любой результат – это результат. Если у вас произошел отрицательный результат, то это другой момент. Это получается, это та ошибка, на которую те грабли, на которые не нужно наступать. Если вы будете относиться к своим ошибкам, к своим каким-то маленьким неудачам вот с этой позиции, то вы гораздо лучше будете воспринимать эти ошибки, вы будете благодарить их. Спасибо тебе ошибка, спасибо, что вы ушли, потому что я теперь знаю, что я неправильно сделал. Бывает иногда, что, например, что-то делать, и вам кажется, я не буду ничего делать. Бывает? Замечательно. У кого-нибудь бывает такое, что хочется рукой махнуть, даже если не фабрика, просто в жизни. Бывают такие ситуации, когда думаешь, я не буду делать. Важно не останавливаться и понимать, как работает. То есть есть статистика, есть цифры, если на них опираться, то результат точно будет. Но только от вас зависит, какой будет результат именно в этом моменте. Сейчас мы с вами рассмотрим еще один из курсов, как увеличить КПД. Вот смотрите, давайте представим, в день три встречи, то есть это где-то ориентировочно по 40 минут, там перерывчик небольшой. Одна встреча где-то должна занимать не менее 40 минут, но там в зависимости от профессионализма и в зависимости от того бизнес-предложения, которое вы делаете. Ну, возьмем за основу один час, один час, один час. Одна встреча, одна встреча, одна встреча. Один человек, ну то есть один приглашенный, один человек, один человек. это может быть мужчина, женщина, я просто говорю образно, человек. Сколько получается вы работаете часов? Три часа. Три часа. Ну, помните, мы говорили по четыре часа. Сколько у вас встреч происходит? Три встречи. Сколько у вас человек? Три человека. Давайте вспомним статистику. 80 на 20. Что произойдет с этими тремя часами, которые вы отработали? Ну, там не будет ноль, но там будет результат, не тот, который вас устраивает. Согласны со мной? Энергию Вселенной мы вновь уже запустили. Да. А я, знаете, как это называется? Это называется ИВД. Ну, это такая шуточное название. Имитация бурной деятельности. То есть, когда вы затрачиваете много энергии, много усилий, вы же раздаете еще каталоги для этого, и получается, вы же затратили очень много моментов. Желания были большие, а результат получился нехороший. Сейчас мы посмотрим, как сделать КПД. Параллельно. Давайте сделаем КПД. Что такое КПД? Кто знает? Коэффициент полезного действия. Оставляем так же. Один час. Один час. Один час. Мы же хотим работать меньше, да? Одна встреча. Одна встреча. Одна встреча. Тоже вроде три встречи. Но смотрите, есть абсолютно разные бизнес-встречи. Согласны со мной? Какие виды бизнес-встреч или вообще собеседований существуют? Есть. Есть. Когда бизнес-встреча, это обычно индивидуальная. Так? Представим, что у нас одна бизнес-встреча конкретно с определенным человеком. Здесь у нас, получается, мы одного человека пригласили и с ним очень внимательно поговорили. Я немножко разверну. Видно вам? Смотрите. Но у нас еще существуют косметические сеансы, мастер-классы. Так? На мастер-класс, на косметический сеанс обычно приходит от пяти до шести человек. Это можно делать как в офисе. Это можно делать домашние кружки. Это можно, знаете как, человеку предложить. Давайте вы пригласите пять человек или шесть. Я вам подарю за это подарок. Вы можете подарить какой-то крем, приглашающий мут, человеку, людей. То есть, вы этих людей не знаете. Вы с ними познакомитесь. То есть, здесь мы пишем шесть человек. Вы делаете показательный косметический сеанс, мастер-класс, даете рекомендации этим людям, приглашенным. И у вас получается в хороший момент вы за один час делали шесть встреч. Понятно, о чем я говорю? Существуют презентации. То есть, когда или вы вместе с вашим наставником организуете, или вы подтягиваетесь на общую презентацию. Сколько человек можно пригласить на презентацию? Как вы думаете? Показал поместит. Хороший ответ. Сколько зал поместит. Сколько вы бы пригласили людей, могли бы пригласить на презентацию? Много. Много? Сколько? Давайте, ну так, десять процентов возьмем. Ну, человек десять получит, то есть, пятнадцать человек, давайте возьмем пятнадцать, то есть, пятнадцать человек на презентацию вы можете привести. Презентация обычно проходит час, но может быть чуть больше, если это не семинар. Давайте посчитаем, что у нас три часа остается прежнее. Согласны? Следующая, три встречи. Согласны? Сколько человек? Сколько? Двадцать два человека. Если рассмотреть эта статистика восемьдесят на двадцать, что у нас получится? Семнадцать целых шестьдесятых уйдет. Уйдет. Семнадцать целых шестьдесятых уйдет. Мне всегда нравится, что это шестьдесятых. Сколько останется? Четыре и четыре. Четыре и четыре. Смотрите, это не просто приглашенные, это уже люди, которые примут решение сотрудничать с вами. И представляете, это всего один день. Всего один день. Сколько дней у нас в периоде? Двадцать один день в периоде. Если двадцать один день, вы повторяете одни и те же действия. Есть такая техника повторяя двадцать один день, одни и те же действия, и вы это присваиваете, это как чистить зубы. Когда ребенок идет по ступенькам и не здоровается с соседями, вы говорите, надо здороваться. Если вы двадцать один день ему повторите, он будет здороваться. чистить зубы каждый день говорите, надо чистить зубы. Вы отслеживаете. Если он двадцать один день это сделает, он привыкнет, он это будет воспринимать как должно. Если вы двадцать один день повторите вот такой момент, давайте посчитаем. Четыре и четыре умножить на двадцать один день. Девяносто два. Соро шестьдесят. Девяносто, ну возьмем просто девяносто два. то есть девяносто два консультанта в вашу структуру могут прийти. Из них кто-то станет лидером. Здесь тоже можно рассчитывать. Смотрите, здесь тоже работает статистика восемь на двадцать. То есть вы здесь можете определить сколько у вас лидеров появится, а сколько людей будут просто привилегированными покупателями или например станут супер продавцами как Людмила Пулачевна. И Светлана Королёвна. Понимаете теперь смотрите сейчас еще один момент мы с вами рассмотрим как сделать так чтобы действительно у каждого есть какие-то задачи какие-то действия дома. У кого-то есть дети у кого-то есть работа у кого-то есть учеба у кого-то есть муж который никуда не отпускает у кого-то еще какие-то моменты. Как сделать так чтобы действительно отработать и подобрать время и сделать то что мы запланировали за период и за год. Вот смотрите. Рисуйте вот такую замечательную картиночку. Я возьму за основу не период, а месяц. Хорошо? Так будет проще. Сколько у нас недель в месяце? Там чуть больше, но мы, там знаете как, на отдых, еще на какой-нибудь день, когда бывает момент, что не хочется. Делим это на 4 части. Так? Возьмем за основу, что это первое число. А это 30. Как разделить? Посчитайте, какие цифры здесь будут. Восьмое? Вятнадцатое? Двадцатого. Двадцать второе. Там может получиться плюс-минус, но не важно. Главное, чтобы вы понимали принцип. Смотрите. Сколько бы вы хотели, вот сейчас, что вам нужно сделать? Напишите себе, сколько бы вы хотели, чтобы в вашей структуре прибыло человек за месяц. Количество. Просто себе запишите в тетрадь.